ТГК-14. Как много в этом слове. Непонимание, возмущение, отрицание и, наконец, принятие. ТГК-14 – это по-настоящему фатальная неизбежность 75-го региона Республики Бурятия. Компания «Монополист» словно незваный гость, которого ей выгнать нельзя и оставлять не хочется. Это как дерзкий кредитор, которому ты всегда будешь должен. Это словно нездоровые отношения, где сразу ясно, кому отведена роль жертвы и кто будет платить по счетам сверх нормы. ТГК-14 – это сегодняшняя реальность. Нравится она кому-то или нет. Чего только не было за это время от повелителей тепла и холода. 2016 год. Тариф на теплоснабжение для предпринимателей и иных лиц чудесным образом вырос на 35%. Позже решение о росте тарифа отменило ФАС, сочла его незаконным. Вот только при хате монополиста коммерсанты вынуждены обслуживали длительное время, и возврат за излишне уплаченное им тогда так никто и не вернул. В 2018 году специалисты РСТ утвердили тарифы на услуги теплоснабжения в Чите, Борзинском и Приоргунском районах края для бюджетных организаций и хозсубъектов на два года – 22-й и 23-й вновь выше экономически обоснованного. Тогда уже снижение тарифов от РСТ добилась Краевая прокуратура, исковые требования которой удовлетворил суд. Получается, ситуация повторяется дважды. Жители края уже даже не наступили, а можно сказать, танцуют на граблях монополиста. Тогда в регионе ощутимо пострадал бизнес, который по объективным причинам хочет вернуть свои деньги. Однако желание коммерсантов для ТГК-14 незаконно. Факт такой, что действительно у нас есть переплата, но в чем проблема? Проблема в том, что мы не видим до конца вот этой суммы, потому что от ТГК нет обратной связи до конца, чтобы понимать, какая цифра у нас переплаты, чтобы она была согласована где-то в актах сверок или в каких-то документированных документах. Во-вторых, мы не видим, вот хотелось бы сегодня услышать на встрече, когда эти суммы будут компенсированы. К слову, тогда на встрече с руководством ТГК-14 представители бизнеса этого так и не услышали, а потому неизвестно, увидят ли они вообще когда-нибудь свои деньги. Всю эту ситуацию проводил действие РСТ с подачей краевой администрации, которые создали вот эту вот, будем говорить, конфликтную ситуацию. А позицию ТГК не платили и платить не будем. Вот она сводится к очень простым вопросам. Мы вашими деньгами попользовались, бюджетными деньгами, деньгами предпринимателя, попользовались в течение двух лет. Ну, спасибо вам, зачтем. Не учитывается ни инфляция, ничего. Говорят, а вот давайте. Тарифы, тарифы. Вы видели, как растут с этого года. Но тарифы это вот с 25-го года. Это будет вообще поэма. Время не лечит. Жалобы на ТГК-14 не прекращаются. Свежий пример. В управление Федеральной антимонопольной службы поступило обращение от службы материально-технического обеспечения администрации городского поселения Шерлова-Горская, согласно которому ПАУ ТГК-14 незаконно включила в счета потребителю потери тепловой энергии на участке теплосети в поселке Шерловая гора. ТГК-14, как говорится, хотели дважды насытиться из одной тарелки. Здесь уже в рамках проведения проверки мы установили, что имеет место быть использование сети, которые являются безхозяйственными, безхозными. И в данном случае данные потери уже включены в тариф в соответствии с федеральным законом о теплоснабжении. И то есть, получается, фактически предприятие пыталось за одни и те же услуги, вернее, один и тот же показатель себестоимости, который включен уже в тариф. Второй разыскается и ту же самую сумму с потребителя, перекладывая его, включая его в платежи. Согласно закону, в случае использования бесхозного объекта теплоснабжения затраты на его содержание должны учитываться при установлении регулируемых тарифов. Потребитель никак не должен нести ответственности за потери в таких сетях. Говоря сленговым языком, срубить денег у ТГК-14 не получилось. ФАС вынес предупреждение монополисту, и тем пришлось сделать то, что они крайне не любят вернуть деньги. В результате плата потребителя снизилась более чем на 30 тысяч рублей. Но и это еще не все. Компания-монополист, кажется, продолжает жить по принципу «не ждите чуда, чудите сами». Со стороны управляющих компаний здесь уже довольно серьезная ситуация была. И сумма значительная именно в части начисления. Плата связана это не с отоплением, а именно использование теплового ресурса. Не в качестве отопления, а именно для приготовления горячей воды, для обеспечения именно услугой горячей воды потребителям. Это в летний период, именно тот период, когда отопления необходимости нет. Здесь по закону необходимо тепловой ресурс, который подается от ТГК-14, считать по нормативу. Фас с жалобами на необоснованность платы за тепловую энергию на подогрев воды в целях содержания общего имущества собственников в летний период обратились управляющие компании «Энергожилстрой» и «Четинка». И здесь расчет ТГК-14 поперек закона. Расчет мы так и не поняли, каким образом они делали, но исходя, когда перерасчет был сделан именно так, как предполагает законодательство, нормативно-правовая база по нормативам расходов, стоимость перерасчета составила больше 500 тысяч рублей на две организации. Соответственно, изначально расчеты были неверными. Что уже почему-то абсолютно не удивляет. Анжелика Понебрашина, Иван Волобуев, Павел Шухляев. Запад ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok